В Люберцах состоялась презентация книги «Имя твое – женщина Подмосковья». В ней собраны истории представительниц прекрасного пола, которые внесли неоценимый вклад в развитие региона. На торжественном собрании работали и мои коллеги. Женщины России, женщины России, где беретесь силы, мы еще свои. В честь женщин России рождаются стихи и звучат песни, а женщина Подмосковья посвящают книги. Столичный регион славится успешными, образованными и талантливыми жительницами, которые в разные годы оставили неизгладимый след в истории. Их имена теперь собраны в этой книге, созданные по инициативе президента благотворительного фонда «Исток» Екатерины Багдасаровой. Благотворительный проект. Мы передаем эти книги в дар сельским библиотекам, городским библиотекам, различным организациям. В этой книге собраны истории о женщинах из разных сфер. Учителя, летчицы, предпринимательницы, ветераны, деятели искусств. Несколько экземпляров Екатерина Багдасарова подарила Люберецким учреждениям и общественным организациям. Во время торжественной встречи она наградила памятной медалью дочерям отчизны Ирину Назареву, которая долгие годы занимала пост первого заместителя главы администрации городского округа. Особое внимание Ирина Геннадьевна уделяла созданию дополнительных мест для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. На презентацию книги пригласили женщин городского округа Люберцы, которые внесли вклад в развитие муниципалитета. Это представительницы здравоохранения, образования, культуры и других важных сфер. Где требуется ответственность, основательность, какой-то творческий подход, дисциплинированность, и чтобы наверняка получилось, не просто, а получилось, там везде женщины. Каждого из вас и знаю, и ценю, и люблю, потому что каждый из вас достоин самых высоких похвал, наград, внимания. В книге «Имя. Твою женщина. Подмосковье. 91 история». Среди героинь есть Люберчанка, спасатель Ксения Власкина. Познакомиться с биографиями выдающихся жительниц Московской области можно в библиотеке имени Есенина. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.